Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, готов к труду и обороне, продолжают сдавать студенты Казанского университета. Одним из испытаний стал бег на 30 метров. Смотрим. Процедура сдачи ГТО началась с разминки. В стенах спортивного зала Уникса собрались студенты второго курса разных институтов Казанского университета. Напомним, сдать нормы ГТО может любой желающий студент, относящийся к основной медицинской группе. Вообще виды, которые они сдают, они одинаковые и для девушек и парней. Это четыре одинаковых вида. Бег на короткую дистанцию, в данном случае 30 метров мы сегодня принимали. Бег на длинную дистанцию у девушек 2000 метров, у ребят 3000 метров. Еще также к обязательным видам относятся силовые. И обязательно еще вид, это тест на гибкость, наклон вперед. По словам Евгении Фоминой, в этом году поток студентов, желающих сдать ГТО, очень большой. Многие берут серебро и золото. Так, например, чтобы взять золото на дистанции в 30 метров, юношам необходимо ее пробежать за 4,3 секунды, а девушкам за 5,1. Я сторонница здорового образа жизни. У меня пока по всем видам идет золото. Я буду бороться до конца, чтобы получить золотой значок. Во всех институтах поощряется по-разному, зависит от деканата. Но я знаю, что у ребят, кто учится на бюджете, и кто успешно сдает сессии, получает стипендию, у них неплохие на отбавки к стипендию. В ближайшем времени ребят ожидают плавание, а также челночный бег и зальные виды упражнений, такие как пресс, прыжок с места и подтягивания. Диана Жилинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok